Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели. Пятница – это значит время подвести итоги недели. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Чем запомнились минувшие семь дней в кратком обзоре новостей. Анапчане и гости курорта проводили зиму празднования Масленицы. В воскресенье на театральной площади прошли народные гуляния. Звучала музыка, жарились шашлыки. Здравницы и предприятия общепита выставили по-кубански щедро накрытые столы с разносолами, варениками и, конечно же, блюдами из блинов. Здесь прошли конкурсы представления «Традиционное сожжение чучела Масленицы». Кулинары смогли проявить себя в конкурсе «Блинная фантазия». Первое место занял санаторий «Голубая волна». Министр промышленности и энергетики Краснодарского края Виталий Брижань провел в Анапе расширенное совещание, в котором приняли участие представители администрации Анапы, ГИБДД, газокомпрессорной станции «Русская» и дорожных служб. Тема – восстановление дорожной инфраструктуры в селе Гайкадзор. Более трех недель назад началось производство земельных работ по вывозу грунта и завозу песка на строительную площадку Южного потока. И большегрузные машины пользовались дорогой, проходящей через село Гайкадзор, нанося ей довольно серьезный ущерб. По оценкам специалистов, он уже составил порядка 33 миллионов рублей. Полное восстановление дороги, а также строительство новой объездной ляжет на подрядчиков. Причем работы нужно будет провести уже в самое ближайшее время. Таков итог совещания. В Анапе прошел конкурс среди учителей школы-гимназии «Самый классный классный». В этот день лучшие педагоги Анапы, победители отборочного тура, представляли себя в различных конкурсах. Жюри выбрало не одного, а сразу трех финалистов. Самого лучшего учителя начальных классов им стала Светлана Антонова, школа номер 12. Самого лучшего классного среди учителей с 5 по 7 класс Марина Маслова, гимназия «Росток» и с 8 по 11 Юлия Богатыренко, школа номер 9. Ночь с 20 на 21 в Анапе на оптовой продуктовой базе на углу улицы Астраханская-Некрасова произошел конфликт с применением огнестрельного, гладкоствольного и травматического оружия. На месте происшествия были найдены гильзы калибра 9 мм, гильзы 12 калибра, обрез охотничьего ружья, принадлежность которых устанавливается. В результате перестрелки один из участников получил ранение, несовместимый с жизнью, второй мужчина госпитализирован, за его жизнь борются врачи. Сейчас сотрудниками органов внутренних дел Следственного комитета ведется расследование, в ходе которого будут озвучены причины перестрелки, ее участники и оружие, которым были нанесены тяжелые увечья двум мужчинам. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Операция по тушению Красной площади прошла успешно. В рамках учений пожарные сотрудники торгового центра отработали алгоритм действий на случай возникновения реального пожара. Новые образовательные стандарты. Анапа приняла участие в краевом видеоселекторе, который провела министр образования и науки Кубани. Дети за зеленую планету. В рамках празднования Дня Земли анавские школьники высаживают на курорте деревья. На этой неделе сотрудники торгово-развлекательного центра по тревоге в срочном порядке покинули рабочие места. Тут же на территорию прибыли пожарные расчеты 44-й пожарной части, которые в считанные секунды протянули внутрь центра пожарные рукава и приступили к финальной стадии учений. Вадим Родин продолжит. Внимание! Пожарные педёжки! Вот так начался один из рабочих дней на этой неделе в Красной площади. Прибывшие на место спасатели вместе с персоналом магазина оперативно приступили к тушению пожара. Очаг возгорания, образовавшийся из-за замыкания электропроводки, по легене находился в складском помещении магазина Высшая Лига. Туда была проложена рукавная линия. Часть персонала, не задействованная в тушении пожара, была эвакуирована на улицу, а весь центр обесточен. На объекте, в соответствии с пожарными правилами, везде развешаны планы эвакуации, на которых указаны места расположения гидрантов, огнетушителей, направление эвакуации, двери эвакуационные. Значит, это специальный материал, с которым изготовлен план. Он, если выручить освещение, он будет светиться еще порядка двух часов. Двери запасных выходов оснащены системой антипаника. Легко открываются просты нажатия на ручку, но только изнутри. Вход снаружи невозможен. Задача учения не только держать в постоянной готовности и хорошей форме пожарных, но и подготовить персонал теоретически и практически к тому, как действовать и какие шаги предпринимать в первую очередь при возникновении пожара. Особенность эвакуации в большом количестве людей во время работы комплекса. Поэтому комплекс оборудован дверями, которые обеспечивают быструю эвакуацию комплекса даже при полной нагрузке в работе. Кроме того, есть несколько систем противопожарных. Это система водяного пожаротушения, которая входит в баки с запасом воды, достаточно на два часа тушения. Во всех магазинах и общих зонах есть специальные головки. При повышении температуры, больше определенно, они открываются, и площадь заливается водой. Пожарные баки на 1800 тонн и мощные пожарные насосы, система контроля и видеонаблюдения делают торговый центр практически неуязвимым для неожиданных пожаров. Вокруг центра располагается шесть пожарных гидрантов, которым могут подключиться при необходимости пожарные машины. На данном объекте имеется подразделение пожарной безопасности, которое занимается профилактикой пожара, обучением персонала по предупреждению пожара и по поведению в случае возникновения пожаров и задымления. Хочу призвать других наших руководителей таких вот объектов с массовым пребыванием людей проводить подобные тренировки не только в дневное время, но и в вечерние, потому что персонал должен действовать в любой ситуации, в любое время суток для того, чтобы не случилось таких печальных последствий, как гибель людей или получение травм на пожарах. В пожарном подразделении торгово-развлекательного центра «Красная площадь» работают ветераны пожарной охраны, за плечами которых большой опыт в деле предупреждения и тушения пожаров на объектах различной степени сложности. Поэтому безопасность посетителей в надежных руках. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В Краснодаре проходит 12-й краевой образовательный форум «Создай себя сам». На специализированных выставках предоставляется максимально полная информация о 30 вузах и 99 техникумах края в перспективах трудоустройства. У выпускников школ появилась возможность задать вопросы ректорам ведущих кубанских вузов. Не менее обширная программа и для педагогов. Форум проводится в 12-й раз, но впервые состоялся видеоселектор с педагогами, который провела министр образования и науки Краснодарского края Наталья Наумова. Она рассказала о дальнейшей модернизации образования на Кубане, создании новых условий, внедрении новых технологий и самое главное – доступности качественного и максимально вариативного образования. Школы страны постепенно переходят на единый федеральный государственный образовательный стандарт. Эти стандарты предполагают большое время уделить внеурочной деятельности. Чтобы внеурочная деятельность была современно, востребована, интересно молодому поколению, в Краснодарском крае, в Анапе в частности, поступает очень много современного интерактивного оборудования. В частности, все кабинеты начальной школы оснащены автоматизированными рабочими местами учителя. Предполагается выход в интернет в каждом кабинете. И в системе, и в режиме онлайна учитель может вести любой урок на любую тему. Кроме того, получено современное учебно-лабораторное оборудование, которое включает в себя элементы прикладного природоведения, элементы прикладного естествознания. Более 300 школьников города-курорта в эти дни посетят форум и смогут принять участие в компьютерном тестировании, получить консультации по единому государственному экзамену. Им расскажут о наиболее востребованных специальностях в экономике в ближайшем будущем. В рамках празднования Дня Земли государственные природоохраны и заповедник Утриш проводят в городе-курорте акцию по высадке деревьев под названием «Мы за зеленую планету». На территории детских садов и школ высаживаются саженцы дуба, кленом, оживельника, елей туи. Сегодня «зеленая аллея» из молодой туи появилась и в средней общеобразовательной школе номер 6. Жители многих стран мира отмечают День Земли в день весеннего равноденствия. Традиционно принято высаживать деревья. Сотрудники Анапского заповедника Утриш рассказали ученикам 6-й школы о том, что леса являются национальной гордостью России. 65% территории нашей страны сохраняет нетронутый первозданный вид ландшафта. Одно дерево за один час выделяет такое количество кислорода, которое может удовлетворить дневную потребность в кислороде для 64-х человек. Испарение, производимое деревьями, увлажняет воздух и смягчает климат. В мире даже существует флаг Земли, представляющий собой снимок нашей планеты на темно-синем фоне, сделанный астронавтами космического корабля «Аполлон-17». В 12 часов дня на территории школы началась закладка молодых саженцев туи. Садить их, как оказалось, дело совсем непростое. Нужно срезать боковые корни, чтобы хорошо прошло укоренение. Вторым делом школьники при посадке ориентировали саженцы по сторонам света. То есть так, как росло молодое деревце на старом месте изначально. Это поможет лучше прижиться. Деревья дают нам воздух, переобратывают ненужный воздух, гликистый газ. Деревья нужны, чтобы у нас воздух не так загрязнялся, чтобы у нас экология была немного лучше, чем сейчас. Сейчас идут выхлопные газы, и деревья помогают нам, впитывают их. Леса – легкие нашей планеты. Если бы каждый анапчанин посадил бы хоть одно деревце, говорят школьники, то Анапа покрылась бы зеленым ковром и стала еще красивее. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Для студентов анапского индустриального техникума специалисты молодежного центра 21 век провели лекцию по профилактике экстремизма среди молодежи. Студенты активно включились в обсуждение предложенной темы, описывали, с чем связано распространение экстремизма в молодежной среде. Они считают, что его росту обычно способствует нарушение прав, свобод и законных интересов человека, возбуждение расовой, национальной и религиозной розни. Существует понятие национальности, наций, народов, социальных групп, разжигание вражды между социальными группами, между нациями. Слова достаточно. Если это будет расценено как разжигание межнациональной розни, вы получите уголовную статью 282, запомните. Практика применения этой статьи есть и у нас в Анапе. В ходе мероприятия были показаны в виде материала социологического опроса студентов на тему, что такое экстремизм и что такое толерантность. Молодежь обсуждала, как толерантность важна в воспитании будущего поколения. Ведь толерантность – это терпение, то есть терпимость к чужому образу жизни, поведения, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верования. А значит, это путь к миру, согласию и любви к ближнему. В поселке Виноградном прошло заседание антинаркотической комиссии. В ее работе приняли участие работники администрации города, Виноградного сельского округа, полиция, представители казачества и общественность. Воспитательные беседы взрослых с подростками, ежедневная работа рейдовых групп должны быть направлены на снижение преступности в молодежной среде. Одна из главных мер борьбы с наркозависимостью – профилактика. Обсеобразовательные учреждения, дома культуры, молодежные клубы должны больше вовлекать подростков в активную деятельность, отметил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Местные власти намерены чаще применять меры общественного воздействия. В качестве примера – проведение экспресс-тестов на выявление употребления наркотиков. На сегодняшний день протестировано 2450 человек. Студентов среднего и высшего звена протестировано 1008 человек. Выявлены сомнительные результаты – это 11 человек. Пять из них – это учащихся школ, и шесть – учащихся высших и средних учебных заведений. Своей работой по профилактике наркомании поделилась директор школы номер 9 поселка Виноградного Татьяна Шейка. По итогам тестирования на выявление употребления наркотических средств учащиеся данного учреждения доказали – они ведут здоровый образ жизни. Чтобы сами подростки осознавали, что всего один серьезный проступок может пустить перспективы их светлого будущего под откос, в школе постоянно проводится анкетирование. Уже в начальной школе у нас ведется планомерная целенаправленная работа по профилактике. И начиная с пятых классов мы проводим с детьми анкетирование. Таким образом мы выясняем круг их интересов и уже в связи с этим устраиваем свою работу. Жизни благополучных семей педагоги постоянно разбирают на школьных советах, ищут пути решения по оказанию помощи. Также в школе проводятся антинаркотические акции и спортивные мероприятия. Такое нам запомнилась эта неделя. Далее прогноз погоды на выходные дни и блок полезной информации от партнеров программы – производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Этот и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь до пятницы. Всего доброго и до свидания. К субботу 23 марта в Анапе будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем 8-10, ночью до 7 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 9-11 метров в секунду. Температура воды в Черном море 9 градусов со знаком «плюс». В воскресенье 24 марта в Анапе будет пасмурно, возможен снег. Температура воздуха в дневные часы 0,2, ночью около 1 градуса по Цельсию. Ветер западный 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 9 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются, подарки остаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова